Вопросы кражи интеллектуальной собственности, нарушений в сфере организации нестационарных объектов и административные барьеры. В этих и других проблемах пытались разобраться уполномоченные по защите прав предпринимателей и первый заместитель прокурора Московской области. Они провели совместный прием бизнесменов в Люберецкой прокуратуре. Что еще волнует жителей региона, узнавала наша съемочная группа. Химкинский владелец фирмы такси в негодовании. За штрафы ГИБДД судебным приставом он задолжал более 2 миллионов рублей. Такова накопленная задолженность по исполнительным сборам. Однако два года об этом он даже не знал. Сотрудники ведомства не связывались с бизнесменом. Каждый должен заниматься своим делом. И сознательно сидеть и ждать, когда уже человек подойдет к той черте, за которую ему уже обратно не вернуться, но это, наверное, неправильно со стороны государственных органов. Поэтому в этом случае мы их поправим. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье и первый заместитель областного прокурора разбирались и в тонкостях бизнес-проблем люберчан. И, как оказалось, у нас они чаще всего связаны с нестационарными объектами торговли. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что облик не только Люберец, но в целом городов в Подмосковье, в населенных пунктах должен преображаться, улицы должны становиться шире. И это все понятно. Но с другой точки зрения, есть предприниматели, которые работают не один десяток лет. Вот найти вот ту золотую середину, чтобы и не разрушить тот бизнес. Поэтому, конечно, для Люберец это очень такая, повторяю, чувствительная тема. Для того, чтобы восстановить нарушенные права и законные интересы подмосковного бизнеса, Валерий Воинов и Владимир Головнев проводят совместную работу. Ежеквартально встречаются с коммерсантами, которые столкнулись с проблемами и барьерами со стороны власти, правоохранительных органов и других структур. Такой прием – уникальная возможность предпринимателей, так сказать, достучаться до небес. И действительно, люди, когда приходят, наверное, во многом это уже, так сказать, один из последних способов решить вопрос. И это же не просто какая-то обыкновенная рядовая проблема, касаемо гражданина или просто человека. Это целое предприятие, где работают трудовые коллективы. И неважно, сколько людей работает на этом предприятии. Наша задача – все-таки помогать бизнесу. Поэтому, если на местном уровне вашу проблему так и не удалось решить, вы можете записаться на личный прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТА. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТА. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.